Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Если они являются добросовестными налогоплательщиками, сказал губернатор. Он считает, что важно избегать давления, нужно вести конструктивный диалог с бизнесом. Правительство области, заявил Васильев, готово продолжить практику проведения совещаний с бизнесом по обсуждению проблемных вопросов. В прошлом году кировские налогоплательщики заплатили 73,5 миллиарда рублей налогов. Рост составил 4,5 процента, это 3,5 миллиарда рублей. Каждый второй из них направлен на увеличение собственных доходов области. Экономика. На 101 АФМ. Фермеры могут получить гранты. Конкурс объявляет Министерство сельского хозяйства. На поддержку из бюджета могут претендовать фермерские хозяйства, которые существуют не дольше двух лет. Заявки принимаются с 7 по 26 марта. Перечень необходимых документов на сайте Министерства сельского хозяйства. В прошлом году можно было получить до 30 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм и до 21,5 миллиона на иные направления животноводства. Экономика. Далее в выпуске информация от наших партнеров. Индивидуальным предпринимателям снова могут насчитать повышенные страховые взносы. Это следует из письма Минфина в адрес Федеральной налоговой службы и касается индивидуальных предпринимателей с объектом налогообложения доходы минус расходы. Разъяснения расходятся с подтвержденной Конституционным судом схемой, когда взносы рассчитываются исходя из прибыли предпринимателя, а не из его дохода, на чем ранее наставил Пенсионный фонд, который тогда занимался администрированием этих платежей. По словам руководителя компании «Бухгалтерия» Татьяны Максимчук, разъяснения Минфина уже направлены по налоговым инспекциям. О том, каковы будут действия в нижестоящих инспекциях, будет ли пересчет страховых взносов за 2017 год, который был ранее сделан на основании постановления Конституционного суда, неизвестно. Остается только следить за развитием событий и запрашивать справку о состоянии расчета с бюджетом, для того чтобы блокировка счета на доначисленные страховые взносы не стала для вас неприятной неожиданностью. Проблемные вопросы, связанные с изменениями и разъяснениями законодательства, можно будет обсудить с экспертами компании «Бухгалтерия». Они проводят семинар, посвященный рискам бизнеса. Он состоится 28 марта. Подробности по телефону 213-112. Программа «Экономика». Я о валютах на сегодня. Доллар 56.50. Курс евро 69 рублей 73 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». На 101ФМ.